Помню, знаете, вы хотели показать еще и другие бои, у вас такие есть незавершенные, вы сказали, мне этот не нравится, и этот не нравится, и этот не нравится. Шабхалу, Ильясу, Тарасову и Крику. Я сейчас иду к поясу, мне интересен пояс, а вот это остальное мне неинтересно. Пояс мне нужен, все. У кого пояс, все внимание у него нанимают. Парни спадывай. У кого? Ну, пояс. Пояс нужен, не могу без него. Вы мне запомнились, когда вы у Ильяса Якукова спросили, торпеда ли он Шабхала. А почему вы так спросили? Я не знаю, ну потому что они давили пацанов слабых, которые характером слабые такие, знаете, они толпой нападали на них. Мне это было неприятно. Зачем на фоне них себя когда поднимают? Если ты сильный пацан, вот нападай на сильного, дерись сильными, а то, знаете, там, наезжает на слабых и себя поднимает. Ну, это для меня непонятно, я такое не люблю. Если я вижу такое, я пересекаю. Наоборот, надо слабых защищать, помогать, чтобы они сильнее стали. А так давить их, ну, это неправильно, я считаю. Поэтому я тогда не выдержал, сказал, как есть. Говорят, что, типа, я что-то готовил, там, заранее, типа, у меня заготовка была. Реально не было такого. Я просто увидел и полетел. Все. Это давно было уже. Ну, вот, мне кажется, это принципиальные такие бои. Были бы интересны зрителям, в первую очередь, и, конечно, с ним, с Шавхалом, с Ахмедом Криком, с Тарасовым. Смотрите, Ахмед Крик, ну, он не согласится со мной драться. Почему? Ну, потому что он не такого уровня. Ну, не вывезет. Вот, а с Ильясом, я тогда кинул вызов, я пришел, по рукам дали 84, потом что-то тихо-тихо, я и все думал, ладно, что. Вот, а Шавхал, он медийный, вот, интересно было бы с ним подраться, чисто медиа, а так, ну, я не вижу, что он конкурентный для меня. Я себя никак не возвышаю, я просто говорю, как есть, я только что дрался с чемпионом Найза, это жесткий парень, я его прошел, очень жесткий парень, на самом деле, просто так бой такой короткий получился. У меня все бои такие, знаете, ну, все, все, спасибо вам, что берете интервью. А с Шавхалом был бы интересен, да, поединок, либо вы сказали то, что он вам не особо конкурентен? Да, он не согласится, я думаю, я не знаю, я вообще, я говорю, у меня цель сейчас пояс, я хочу пояс, и все. А пояс у кого? А я не знаю, у кого, он макатный, он макатный, и все, я вот хочу поблагодарить моего тренера и всех моих братьев, которые пришли, вот они здесь сейчас находятся. Они москвичи, они всегда приезжают, поддерживают меня, я хочу поблагодарить их, вот они все, спасибо им, вот, честно. Я очень рад, они меня уважают, я их вдвое не уважаю. А вы сейчас тренируетесь под руководством Александра Шнеменко? Да, 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 там тренируюсь, и вот тренируюсь с моим тренером по ударке, полосов Антон, вот он, тихий, бородатый, жесткий парень, вот он, смотрите. Смотрите его, вот он, иди сюда, вот он, вот, 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 вот эта вся заготовка. Колено, вы заготавливали? Все это, да, после двоечки колено набрали, после двоечки он проходил, ну и этот, попали-ка, погнали. А как Шнеменко сейчас относится к поп-мамэм, к ютуб-площадкам? Да он всегда нормально относился к этому. Всегда хорошо? Конечно, пацаны дерутся, выступают, зарабатывают на жизнь, здесь ничего такого нет. Тем более сейчас наше дело вышло на уровень профессиональный, там, как бы, там, раньше было три по три, там, три по два, а сейчас три по пять. Все-таки, еще как вы выступаете на ютуб-площадках, также еще и в профессиональном спорте, то что можете сказать, как Федор Емельяненко, глава Союза ММА России, отзывается по ММА и говорит, что это зло? Знаете, Федор Емельяненко, что говорит, правильно говорит. Это взрослый, это легенда. Он, если скажет, что кефир черный, значит, кефир черный, я даже ничего не скажу. Это легенда, я его уважаю, я его бои смотрел, поэтому я пошел в зал вообще заниматься. Он, если сказал так, значит, так. Я даже ничего не знаю.